В Заволжский районный суд города Твери поступило для рассмотрения уголовное дело в отношении 59-летней уроженки города Благоя, обвиняемой в мошенничестве. Обвиняемая несколько лет находилась в федеральном розыске и была задержана в мае прошлого года в Свердловской области сотрудниками управления уголовного розыска. Жертвами задержаны стало несколько человек, у которых обвиняемого забирало ювелирные украшения и деньги за якобы магические услуги и снятие порчи. Общий ущерб, причиненный мошенническими действиями, составил почти 2 миллиона рублей. Сотрудниками Тверской наркополиции Вышневолочке задержана 41-летняя женщина, подозреваемая в сбытии наркотиков. До момента задержания фигурантка успела организовать тайник в бетонной трубе с закладкой героина. Кроме того, в сарае своей знакомой женщина припрятала еще 29 свертков с героином и метадоном. Все это предназначалось к сбыту. Возбуждено уголовное дело, фигурантка взята под стражу. Расследование продолжается. На 301-м километре автодороги России в Вышневолочском районе области водитель автомобиля «Лада Приора» 20-летняя женщина при буксировке ее машиной автомобиля «Мазда» не справилась с управлением и «Приора» сбила мачту уличного освещения. Женщина доставлена в Вышневолочскую ЦРБ. А в Твери на Рябеевском шоссе пострадал 60-летний водитель БМВ. Мужчина не справился с управлением и иномарка съехала в кювет. 12 февраля – день создания подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы. За 54 года служба прошла путь от подразделения в Центральном аппарате советской милиции до целой системы органов управления и подразделений Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. Сегодня на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Тверского региона состоит свыше 40 тысяч владельцев гражданского огнестрельного оружия, в пользовании которых находится более 68 тысяч единиц оружия. С 2001 года на территории области проводится профилактическое мероприятие оружия. Сейчас у жителей региона есть возможность добровольно сдать имеющееся оружие и боеприпасы на возмездной основе. Сотрудники подразделения принимают от жителей и организаций региона заявления на получение в соответствии с федеральным законом 26 государственных услуг. Почти 90% таких заявлений поступили в электронной форме через единый портал государственных услуг. По словам начальника управления Росгвардии по Тверской области генерал-майора Александра Пляскина, работа подразделения не всегда заметна большинству жителей региона, но от этого не становится менее значимой. Это одно из главнейших звеньев системы обеспечения общественного порядка в стране.